Девушки отдыхают Какая гадость эта ваша взрывная рыба Но сам Юрий Яковлев роль Ипполита не любил и не понимал, почему вся страна в таком восторге Мы вышли из машины и все, значит, там, Ипполит пошел, Ипполит пошел И он так шел, чуть понурил голову и говорит, да, раньше называли меня идиотом, а теперь Ипполитом В это трудно поверить, но Юрий Яковлев мог не получить эту роль в гениальной комедии Гайдая Гайдая видел в роли пунша и царя Ивана Грозного Юрия Никулина Но Юрий Никулин себя совершенно не видел в образе царя И специально под него написанная роль оказалась им не востребована Привет Никулину послали в сцене с режиссером Якиным Не узнаю вас в гриме Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет Юрий Никулин На роль Ивана Грозного и управдома бунши пробовались Евгений Лебедев, Георгий Витцин и Евгений Евстигнеев Но Евстигнеев решил, что она ему не подходит и от съемок отказался И тогда Гайдай решил рассмотреть кандидатуру Юрия Яковлева На колени червь! Иван Васильевич стал лидером проката 1973 года Блестящую комедию посмотрели более 60 миллионов советских граждан Танцуют все! Юрий Яковлев имел высокое звание народного артиста Советского Союза Но получить его, несмотря на все заслуги, не мог очень долго Ему показали те анонимки, которые на него писали Писали, что он и двоеженец, и алкоголик Все это сказывалось на решении о присуждении звания народного артиста Москва, 3 декабря 2013 года Гроб стоит по центру сцены Академического театра имени Вахтангова В котором Юрий Яковлев прослужил 61 год Море цветов и венков отважных лиц Зал полный Он сказал, знаете что, я вот даже хотел бы и на сцене умереть Потому что по вере есть актерская Тот, кто на сцене умирает, актер, сразу в рай попадает Звучит музыка и голос Юрия Яковлева Он читает стихи Марины Цветаевой И больше не звучало ничего Не было ни одной торжественной речи На этом настояли близкие актеры Я помню, что министр культуры тогдашний Он долго искал, а где микрофон, чтобы я искал какие-то слова Он говорит, не надо, как не надо Никаких фальшивых речей, никаких чиновников, никаких микрофонов Юрий Яковлев считал своей лучшей ролью Стиву Облонского Брата Анны Карениной Главное, что ты приехала Ты даже представить себя не можешь Как я надеюсь на тебя Стива Облонский очень похож на знаменитого актера Бесконечно обаятельный, умный и очень любвеобильный мужчина Который не мог хранить верность Стива Облонский мне близок Во-первых, он много грешил Вот, и так же много каялся Грешил и каялся Грешил и каялся У него было все, что так нравится женщинам Привлекательная внешность, чарующий голос и великий талант У Юрия Васильевича была какая-то невероятная мужская харизма Совершенно фантастическая Причем она Это сочетание колоссальной мужественности С какой-то потрясающей мягкостью Вот это сочетание, мне кажется Вот именно это было его оружием В покорении многих-многих женских сердец Но были женщины, которые отвергли актера На съемках фильма «Идиот» он увлекся Юлией Борисовой Я вас, Настасья Филипповна Я вас Я умру за вас Конечно, ему победить, захватить такую девушку Такую, это было очень интересно Юлия Борисова была звездой Вахтанговского театра Они много лет работали вместе Но она осталась к нему как к мужчине равнодушна Несмотря на всеобщее обожание актера в театре Вы знаете, вот он когда заходил в театр Его просто окружающие, вот все Его обожали все, весь театр От гримеров до вахтеров, то все Вот такое вот было к нему отношение Не оценила Яковлева и Барбара Брыльска Которая снималась вместе с ним в иронии судьбы Он ухаживал изящно, красиво Но заграничная актриса потом не раз рассказывала Что просто не выносила партнера И ей было очень противно с ним целоваться Это, конечно, был его облом Он был весьма обескуражен То, что его чары, его монологи Это все как-то не подействовало Ну вот как-то Барбара казалась крепким орешком Юрий Яковлев, москвич Родился в 1928 году в интеллигентной семье Отец был юристом Мама работала медсестрой в кремлевской поликлинике Плюс ко всему, оба родители были из так называемых бывших Отец был сыном обувного заводчика А мать была дочерью купца, владевшего маслобойным заводом в Тамбове В страхе, что их посадят в тюрьму, как недобитых буржуев Родители Юры развелись И жил мальчик с мамой А отец приходил к ним в гости Мы должны были как-то скрываться Как-то все время умалчивать свою автобиографию Когда началась война, Юра был еще подростком Нурвался на фронт Семья оказалась в эвакуации в Уфе Были у него и коллекция солдатиков, и какие-то марки Но когда пришлось уехать в эвакуацию, пришлось их выменить Солдатики ушли, по-моему, за бутылку подсолнечного масла А коллекция его марок, по-моему, за ведро картошки Мама работала в местном госпитале А Юра устроился рассыльным И всю жизнь потом вспоминал, как однажды у него развалились ботинки И почту пришлось разносить босиком Где-то лет через 50 он вернулся в этот город с концертами В том самом здании, по ступенькам которого он ходил босыми ногами Он рассказал эту историю, и банк его отблагодарил Подарил ему замечательную пару обуви В полуразрушенную столицу они вернулись в 43-м У Яковлева была дистрофия Во многом она в дальнейшем даже сказалась на его внешности Как он сам шутил Аристократические впалые щеки мне достались Наследство от Великой Отечественной войны Я до сих пор не понимаю, почему же я все-таки посвятил себя В этой профессии Потому что я человек весьма стеснительный Родители Юрия Яковлева очень хотели, чтобы их интеллектуальный мальчик Учился в МГИМО и стал дипломатом А он вдруг заявил, что хочет быть актером В доме родители были против Значит, семья вся была против Юрий сдал документы во ВГИК И с диким треском провалился Члены приемной комиссии заявили, что у него неудачная внешность Непредимый суд кинетографии из-за того, что я кинопровод не прошел Оказался не киногенича И народного артиста Советского Союза взяли и вышивали из ВГИКа До этого Яковлев уже пытался сниматься в кино Пробовался на небольшую роль в киноленте «Тимур и его команда» Когда ему было 13 лет Его попросили надкусить яблоко Сказать кислятина Что-то такое Ну, в общем, пробу он не прошел Это была бы колоссальная потеря И слава богу, что он пошел в щуку В Щукинском училище в приемной комиссии Заседал молодой Владимир Этуш Он был актером театра Вахтангова И рано стал педагогом И потом Этуш часто вспоминал Как чуть не лишил страну любимого артиста Который очень быстро добился успеха Показал ему Знаете что, молодой человек Вас ждут заводы Вам лучше не заниматься этим делом В это трудно поверить Но в ГИК и ГИКИС не приняли в свое время Юрия Никулина Дважды не взяли в театральные вузы Алексея Петренко Не приняли в Щукинское училище Савелия Краморова Имна Чурикова провалила экзамены в училище имени Щепкина А потом в школу-студию МХАТ Увы, так происходит, что преподаватели театральных институтов Пусть не обижаются Это в основном артисты и режиссеры Которые не сумели, что называется, пленить зрителя своим талантом И они идут в педагогии Естественно, некая ревность присутствует А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут Гениальный партнер Яковлева в Иван Васильевича Леонид Куравлев поступил во ВГИК только с третьего раза А Юрия Яковлева взяли в щуку благодаря Цицилии Мансуровой Она всегда за него заступалась И умоляла не ставить ему двоек по актерскому мастерству Юрия Яковлева не раз хотели отчислить Представляете, что было бы, если бы мы тогда лишились Такого актера, как Яковлев Если бы не она Но в итоге Юрий Яковлев стал одним из лучших студентов щуки И его единственного с курса пригласили на работу в театр Вахтангова В котором он служил потом до конца своих дней Юрий Васильевич был замечательный артист Редкий артист С редким материалом Очень дефицитным Он много сыграл интересных ролей Но было очень много юмора Эти слова Владимир Этуш произнес в день смерти Яковлева Сам он проживет еще шесть лет И тоже до последнего будет выходить на сцену А через пару лет после смерти Этуша В мир иной уйдет последний символ театра Василий Лановой У театра Вахтангу По решению мэрии и театра Должен становиться тройной памятник Этушу, Лановому и Яковлеву Это три человека Которые являются образом театра Вахтангова Москва, 3 декабря 2013 года К театру Вахтангова трудно подойти В нем прощаются с обожаемым всей страной актером Юрий Яковлев прожил 85 лет Арбат был заполнен людьми Весь Арбат, который прилегал к театру Просто далеко-далеко до метро было видно Миллионы людей обожают и цитируют Бесподобные цитаты из комедий В которых снялся Юрий Яковлев Здравствуйте, царь Очень приятно Царь, очень приятно, царь Очень приятно, здравствуйте, царь Поскольку я телец, я очень влюбчив И очень ревнив У них всегда был Первый раз Юрий Яковлев женился, когда ему было 24 года Кира Мочульская была врачом Уже побывала замужем за академиком Юрием Лопухиным Их звали Ромео и Джульетта Очень они, наверное, были как-то близки И настоящая любовь была Когда они познакомились, у Киры был жених Перспективный режиссер Владимир Венгеров И была назначена дата свадьбы А Яковлев только закончил театральное училище И был никому неизвестен Но Кира о женихе забыла быстро В моей руке киншал В другой руке отрава Но убивать себя я не имею права В год «Женить бы» на Кире Мочульской Яковлев снялся в первых трех картинах Рули были небольшие, но режиссеры его заметили Но своего жилья у Яковлева не было Зарабатывал он немного Жили за шкафом у родителей Киры И она заболела туберкулезом Долго лежала в больнице Потом он выхаживал любимую дома Он приходил, помогал Яну Это во много благодаря Она выздоровела ему У супругов родился сын Но ребенок заболел желтухой и умер Кира тогда чуть не сошла с ума Ведь одного ребенка она уже потеряла В предыдущем браке Мне показалось, что у Юрия Васильевича Как у любого молодого мужчины Наступил такой момент, когда он просто устал Он застал от этих ужасных условий От этого быта От болезни От своей заботы И когда у него начался Такой волшебный роман с Екатериной Райкиной Ему было 30, ей 20 Они вместе играли в театре Вахтангова В спектакле «Дамы и гусары» Роман закрутился на гастролях в Болгарии Но Катя тоже была не свободна Совсем недавно вышла замуж за Михаила Державина Юрий Васильевич настолько колдовывал Что за ним, знаете, как за дудочкой крысы За крысолом женщины как-то уходили из семей Жена Яковлева чувствовала перемены В отношении к ней супруга Но так сложилось, что она забеременела И артист попал в очень сложную ситуацию Жена и любовница Родили детей от Яковлева с разницей в 4 месяца Сначала на свет появилась дочь от Киры Мочульской, Алена И чуть позднее сын Алексей от Екатерины Райкиной Я отдельно выросла Отдельно И даже потом Когда мы стали уже общаться И все Но Я не смогла его до конца понять Вот мы как-то Многое осталось недоговорено Это могла быть банальная история Когда мужчина мечется Не может сделать выбор А официальная супруга терпит и ждет Когда этот ужас кончится Но Кира сказала Яковлеву, что подает на развод Мама так сказала одну такую фразу Она говорит, а я просто не понимаю, как потом Вот я не понимаю Я просто не знаю, как мне потом с этим человеком общаться Райкина Катя Екатерина Райкина была дочерью звезды советской эстрады И Аркадий Исакович обеспечил ее и деньгами, и квартирой Была совершенно другая жизнь Не за шкафом Ему ничего не хотелось Просто была молоденькая девочка рядом У которой был папа У которой жила в гостинице Москва У которых было застолье и море интересных людей Спустя годы Яковлев говорил, что сожалеет о многих своих поступках И, конечно, о том, как обошелся с первой женой и дочкой Жалею, что я доставлял какие-то неприятные минуты Это мне всегда было неприятно Что я доставлял только огорчительных минут Это мне было больно С дочерью от Киры Мочульской, Аленой, он стал близко общаться Когда она уже стала взрослой А первый раз увидел ее через два месяца после рождения Встречать Киру из роддома он не пришел Никакого интереса к этому ребенку у актера не было Я никогда об этом не говорила Я могла, опять-таки, сокрушаться по этому поводу Внутренне, там, болеть Или кому-то, может быть, даже об этом сказать Но вот папе я никогда об этом не говорила Яковлев помогал Кире Мочульской финансово Но не думал о том, что маленькой Алене очень нужен папа Хотя бы иногда Это абсолютно не красит мужчины Да, это твой ребенок Конечно, он нуждается в отце Даже не так в твоих деньгах и прочем Как просто во внимании Алена Яковлева не раз признавалась в том Что поступок отца, который просто их бросил с мамой Всегда ее мучил и мешал построить счастливую семейную жизнь Актриса дважды выходила замуж И оба брака кончились разводом Это очень передается на всю оставшуюся жизнь, к сожалению Для меня вот это самое Для моей жизни это печально Потому что я пришла уже Я никогда не доверяла мужчинам Брак Яковлева с Екатериной Райкиной был недолгим Аркадий Райкин полюбил нового зятя Был готов оказывать семье дочке любую поддержку Но сумасшедшая любовь прошла И Катя страдала Яковлев пропадал на съемках И до нее доходили слухи Что он не отказывает себе в коротких романах А самым грустным было его пристрастие к спиртным напиткам Екатерину страшно обижало то, что видит она Вечно занятого мужа редко А когда они наконец встречаются От него ужасно разит алкоголем Все любили ночные заседания Выпивание, возлияние И это, конечно, переходило в долгие застолья Юрий Яковлев относится к редкой пародии артистов Которые смогли очень долго сочетать непомерное употребление спиртного С невероятно напряженным графиком работы Выдерживают такие нагрузки Играть столько спектаклей Сниматься столько в кино При этом выпивать Не спать Вести романы свои Так сказать Это надо обладать колоссальным здоровьем Многие артисты пали на этом пути Но Екатерина смириться с этим не смогла Они все чаще ссорились И точку в браке поставила страшная авария В которую они попали по вине актера Который был, как говорится, не в форме И вышло так, что он заснул за рулем На секунду И этого было достаточно, чтобы они попали в аварию То есть вот так вот он катился С крыши на колеса и дальше в кювет Юрий Яковлев сломал ключицу У Екатерины были ушибы и порезы по всему телу Больше пьянства мужа она терпеть не стала И за там разводом была Екатерина Аркадьевна Райкина Потому что вот произошедшая вот эта авария Это, видимо, уже оказалось в последней точке кипения Фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» Очень важная часть новогодних праздников Как елка, подарки, салат оливье У нас пропал дух авантюризма Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам Мы перестали делать большие хорошие лопасти Но изначально Эльдар Рязанов хотел, чтобы Ипполита сыграл Олег Басилашвили И внимательные зрители сразу разглядели киноляп Когда героиня Барбары Брыльский поднимает фотографию Ипполиты из сугроба На ней Басилашвили Этот снимок остался с проб Но у Басилашвили умер отец Сниматься он не мог И тогда жена Рязанова Нина Скуйбина Посоветовала мужу позвать Юрия Яковлева Напомнила, как он был хорош в другой картине режиссера В «Гусарской палате» Над нами слава дымом веет И мучит только, мучит только нас одно Сердца без практики Ржавеем Давным-давно, давным-давно, давным-давно Яковлев сыграл грандиозные роли на сцене театра Вахтангова Которые вошли в историю русской культуры Оскорблять можно честного человека и честную женщину Но сказать вору, что он вор Есть столько Констатационного фе А роль поклонника Нади – это ерунда Считал народный артист Советского Союза Это так, левой ногой для такого мастера Можно сделать И многие коллеги великого артиста подозревали Что Яковлев не любит роли Полита за то Что он полфильма изображает пьяного человека Ребята! А это я ломаю дверь! Это было ему как бы отражение Ему не нравилось, собственно, изображение Много лет актер решал сложную проблему Как наладить такое употребление спиртного Чтобы это, как говорится, не напрягало близких И говорил, что спиртное помогает ему снимать стресс От напряжения всех душевных сил на сцене и в кадре После того, как я снимаю грим, я долго-долго пытаюсь выйти из этого состояния Но иногда чарка помогает, иногда юмка вина помогает, потому что трудно расслабиться Но если нездоровая привычка артиста отражалась на съемочном процессе, он страшно переживал Ведь человек он был деликатный и тонкий Я как раз был врачом в съемочной группе и приводил его в порядок Он вечером в компании крепко очень выпил Так вот, он очень мучился от того, что он лишает 10 актеров Этих 25 и 20 рублей заработка Он не мучился по поводу того, что он не получит эти 50 рублей по поводу режиссеров И по поводу съемок фильма А вот что он людей обижает, обижать он никого не хотел Спасибо тебе, Георгий Я расскажу народу, что видел тебя Первый раз на экране Яковлев появился в 1953 году Фильм «Великий воин Албании» Скандербек сейчас никто и не помнит Это был такой пропагандистский фильм Фильм снятый с таким вот уже последним сталинским пафосом Но потом Яковлев снялся у всемогущего режиссера и директора Мосфильма Ивана Пырьева Я ведь ничто, а вы страдали И из такого ада чистое вышли Идиотик, это было просто потрясающе Эти глаза с такой болью, смотрящие на этот мир, не принимающие его Иван Пырьев долго вынашивал замысел экранизации знаменитого романа Но никак не мог найти подходящего актера для главной роли И увидев Яковлева, закричал «Это же Мышкин!» И ходила легенда, что режиссер на коленях умолял молодого актера согласиться на эту работу Я не верю, что он упал перед Яковлевым на колени Но то, что он ценил невероятного Юрия Васильевича, это 100% Иван Пырьев был человеком с неуравновешенной психикой Он мог кричать на актеров и ругаться на съемочной площадке, используя нецензурную лексику Его все боялись до ужаса, до дрожи в коленях И на съемках любого фильма, ну так это все и было Да, вот такая вот диктатура Но с Яковлевым, Мышкиным, он общался просто как с самым нежным ребенком Он меня опекал, пестовал, он меня рождал Буквально рождал как актера и как образ, который я должен был создать Фильм имел грандиозный успех Пырьев вместе с исполнителями главных ролей Юрием Яковлевым и Юлией Борисовой объездил весь мир Они побывали даже в Соединенных Штатах И голливудских продюсеров настолько восхитил Юрий Яковлев, что они предложили ему сотрудничество В этом молодом актере с впалыми щеками они увидели Иисуса Христа Яковлев был польщен, вот это да Ведь Голливуд это деньги и слава Но на землю его спустил умный и циничный Пырьев Он мне сказал, после того, как мы летели в самолете Я говорю, что он сошел, что ли ДГБ мгновенно отслеживало все контакты И ему намекнули, что понятно, что его просто используют В конце 80-х у Яковлева случился конфликт с художественным руководителем театра имени Вахтангова Михаилом Ульяновым Который решил навести дисциплину и устроил в театре антиалкогольную кампанию Они вместе выпивали с Ульяном Но как только Ульянов стал худрук, он решил закрутить гайки Ульянов не раз вызывал Юрия Яковлева на ковер Отчитывал и грозился уволить, а потом от угроз перешел к активным действиям Но ему никак не удалось этого сделать, потому что он вывешивал приказ А артисты, они сорвали этот приказ со стены Вот опять приказа нет, так давайте опять печатать Сколько раз они печатали этот приказ? Уволить Яковлева из театра было невозможно За него готовы было биться не только труппа, но и тысячи влюбленных в него театралов Они бы просто разнесли это здание на Старом Арбате И сам артист не мыслил себя на сцене другого театра Хотя его звал во МХАТ Олег Ефремов, а Царев в Малый театр Он наш, вахтанговский, наверное, не хотел предавать театр, который ему тоже очень много дал И его так любили в театре Я его абсолютно понимаю Москва, 3 декабря 2013 года Юрий Яковлев никогда про смерть не говорил Но как-то дал понять своим близким, какой видит гражданскую панихиду, когда его не станет Он очень боялся речей у гроба Показывали сцены спектаклей, его фотографии, его образы, музыка А все происходило в молчании Мы прощались с ним молча Рядом с гробом на сцене в первом ряду сидели его дети, внуки и последняя жена Ирина Когда он взлетелся с Ирой, понимаете, он сразу успокоился Спокойно Хотя он всегда видит красивую женщину Мадам Ирина Сергеева пришла работать в музее театра Вахтангова Яковлев тогда был уже 4 года женат на Екатерине Райкиной Так вышло, в общем, наверное, я перед Господом виновата Что все-таки он был недавно женат на Райкиной И, в общем, я же не ставила себе целью уводить его или понравиться ему В фильме «Карнавал» Юрий Яковлев сыграл отца главной героини Который бросил ее в детстве, уехал в Москву, там снова женился И про дочь забыл Соломатин Михайлович, а вас как звать и величать? Соломатина Нина Михайловна Такая большая Так было и в реальной жизни актера Сначала он бросил дочь от первого брака Алену Потом сына Алексея от брака второго Раз в год приходил к нему в день рождения И справно платил большие алименты Он платил 50%, потому что он не хотел судиться Он должен был платить 30%, там что-то такое И ему в бухгалтерии говорили Юрий Васильевич, вы должны Это самое он сказал Нет, это не мои задачи Пусть как будет, так будет Но близко общаться и с Аленой, и с Алексеем Он начал, когда они уже стали взрослыми людьми И это во многом было заслугой его третьей жены Ирины Которая убедила уже пожилого актера Что очень важно наладить отношения Составленными когда-то сыном и дочкой Она была маман Она была руководитель семьи И она создавала эту атмосферу И как-то вот мы там не просто познакомились Но стали общаться Стали встречаться на каких-то наших общих праздниках В браке с Ириной у Яковлева родился сын Антон Они всегда жили вместе Но внимания ему великий актер уделял немного С утра репетиция, потом спектакль В свободные дни съемки или радио, телевидение Отец действительно, особенно мое детство Все 70-е годы, как раз попало Абсолютно на самый пик занятости отца И мы с ним начали общаться Так плотно и дружить Уже когда я стал Скажем так Взрослым человеком Но жена Ирина всегда понимала Как много значит для Яковлева работа И никаких претензий не выражала Вместе они были 40 лет И она посвятила себя спасению здоровья мужа Характер у нее стальной Она разогнала всех пьющих друзей и подруг Выбросила весь алкоголь И без всякого лечения Без единого укола, без эспирали и так далее Он вылечился от алкоголизма В последние годы жизни Юрий Яковлев прекратил гусарские застолья И если выпивал, то старался это делать в умеренных дозах И так, чтобы не расстроить супругу Я когда с ним сидела Обыстили, выпивали, закусывали И он говорит Только Ирке не говоришь Кому нельзя было уже выпивать И так далее, и так далее И он хитрил, конечно У актера всегда было очень требовательное отношение к профессии Ни одной неудачной роли в кино Ни одного проходного спектакля В нашей профессии есть одна очень тонкая и больная вещь Нужно уметь в себя найти силы и мужество вовремя уйти со сцена У актера часто двоилось в глазах Проживать чужие судьбы на сцене становилось все труднее Ну, это ни для кого не секрет Что сцена продлевает жизнь Вопрос, хватает ли здоровья И самообладание Вовремя уйти Был эпизод, когда Юрий Васильевич сказал Все Когда он забыл текст Он сказал Все, хватит Последнюю роль он сыграл в спектакле «Пристань» И это было на пределе сил артиста Физически Яковлеву было очень тяжело Но он вообще мог просто молча стоять на сцене И зрители бы были в полном восторге Не забуду я все Вспомню только вот эти полевые пути Имя Школосиев и Троф Прощался со своим зрителем Это было так пронзительно И я помню, что зал всегда плакал Когда заканчивался этот фрагмент В котором играл Юрий Яковлев И мы понимали, что этот большой корабль Уплывает в вечность Однажды Яковлев во время спектакля Потерял сознание Стоял у края сцены И рухнул в зрительный зал Знаете, что сделал наш зритель? Бережно-бережно Прямо встали люди на первом ряду Вот они его так прямо вернули в мизан-сцену Поставили прямо на сцену Бережно-бережно Подаваться и зал Москва, ноябрь 2013 года Юрий Яковлев долго не обращался к врачам Но после очередного обморока В ноябре 2013 года Согласился лечь в центральную клиническую больницу У него начались проблемы с сердцем То есть ишемическая болезнь сердца Поначалу прогнозы врачей были оптимистичными Жене Яковлева сказали, что в больнице Актер пробудет недолго Но актеру нужен покой Прежде чем мне предлагают какую-то роль Я всегда тыпищу внутренне Потому что для меня Каждая роль Это чистый лист бумаги Я никогда не знаю Как к нему подойти К этому листу Это интервью Яковлев дал В начале 90-х И с таким отношением к делу Ему было очень тяжело Вписаться в новые правила кинопроизводства Потому что уровень кино в 90-х Как-то стал пониже Мне кажется, что вообще очень мало кино Тогда снималось Не до кино было в стране А все, что снималось, было такое Яковлев снимался в 90-е мало Но, как и многие другие великие артисты Все-таки не смог уберечься от ролей Которых страшно потом стеснялся Чего только стоило одно название картины Супермен по неволе Или эротический мутант Эротический мутант Вышел под моей режиссурой И я отказался Вначале, потому что не было времени Но главным фактом того, что я согласился Как раз мне сказали, что Юрий Яковлев Будет играть отца главного героя Жанр картины создатели обозначили Как эротический триллер В фильме много нецензурной лексики И эпизодов с обнаженкой И хорошо, что Яковлев появился На экране в одежде И лишь в одной сцене Помнишь, ты говорил, что продашь дачу Если мне понадобятся деньги Я за этим к тебе и приехал Извини, но ничем тебе помочь не могу Это был коммерческий фильм После 90-х годов, когда разрешили снимать Всем, кому угодно И через кино просто делались деньги Отмывались деньги Последней ролью в кино стал Ипполит В продолжении легендарной иронии судьбы У нас с Надей замечательная дочь А вы просто неудачник Вас здесь никто не ждал Так что до свидания Если честно, я вам скажу, что Для меня произошла Какая-то переоценка ценностей Я не стремлюсь сейчас Уже к большому количеству ролей В 90-е Одна компания выпустила водку На которой была этикетка С артистом в образе царя Там был кадр из Ивана Васильевича Меняет профессию Где Яковлев в образе Ивана Грозного Когда Яковлев это посмотрел Он был возмущен Артист подал в суд на предпринимателей Рекламные баннеры убрали Водку с Яковлевым Выпускать перестали Но смешные 10 тысяч рублей компенсации Актер так и не получил И настаивать не стал Потому что был очень скромным человеком Не по-актерски Застенчивый человек И эта скромность и деликатность Подняли у него несколько лет жизни Ушел он из-за этого раньше Москва, 29 ноября 2013 года Юрий Яковлев лежал в ЦКБ И вечером 29 ноября 2013 года Не притронулся к ужину Сказал, что ему ничего не хочется Ему было плохо Но он постарался отвлечься Взял Чехова, попробовал читать Но строчки расплывались К ночи ему стало гораздо хуже Но он не стал беспокоить Медицинский персонал Не стал никому ничего говорить Как-то лежал так спокойно Таблеточку выпьет И не хотел никого беспокоить Не хотел никого напрягать Ушел во сне Ну там пробовали Пытались, естественно, ее реанимировать Но, к сожалению, это уже было невозможно Москва, 3 декабря 2013 года В конце гражданской панихиды по Юрию Яковлеву Занавес на сцене закрылся Он был на ней в последний раз Потом привыносил, конечно же, аплодисменты долгие По традиции, как бы, актерской Последние аплодисменты В прощальный путь На Новодевичье кладбище Он отправился под громкие крики «Браво!» Любовь к нему была бесконечна К счастью, что он был К счастью, что он у нас у всех был Конечно же Я говорю об этом Ну, не только потому, что его сын Волшебный, конечно же, волшебный Артист, сказочный Субтитры создавал DimaTorzok